На вершине горы, у подножья которой сливаются Арагви и Кура, расположился древний монастырь Джвари. Своё имя грузинский храм носит не случайно, в переводе это слово обозначает крест. История одного из древнейших храмов Грузии, связана со святой равноапостольной Нино Кападокийской, строили храм с 590 по 605 года, о чем написано на фасаде. В это время Грузия, Иберия, была хоть и христианской, но не православной, а монофизитской страной, поэтому форма храма, тетракон, крест, вписанный в квадрат, необычно. В VI-VIII веке княжества, вошедшие позже в состав грузинского царства, придерживались течения монофизитства, которое уже в V веке на Константинопольском соборе осудили как еретическое. Поэтому большинство грузинских храмов, построенных до перехода в православие, строили в форме базилик. Храм построили на возвышенности, поэтому его видно из городом Цхета, расположенного неподалеку. Такой выбор места для храма необычен для Грузии. Существует предположение, что храм поставили на месте одного из крестов, которые установила святая Нино. По одной из легенд, иберийский царь Мирон III видел видение падения четырех звезд. И святая равноапостольная Нино отправилась к местам падения звезд, чтобы установить там кресты из виноградной лозы, связанные ее волосами. На месте одного из крестов и построили монастырь Джвари. Существует традиция, по которой человек должен послужить Богу. Ши-Умгвимский монастырь, старинный монастырь в 9 километрах от города Цхета по тупиковой дороге. Высота от уровня моря около 750 метров. Основан где-то после 560 года святым Шиа, одним из ассирийских отцов, известным как Ши-Умгвимский. Более трехсот лет находился под покровительством князей Амилахварий и являлся их фамильной усыпальницей. Сейчас это самый известный монастырь в окрестностях Мцхета и Тбилиси. История монастыря началась в тот момент, когда ассирийские отцы разбрелись с Зидазинской горы по всем концам Восточной Грузии и сюда, в ущелье, пришел святой Ши и поселился в пещере на склоне горы. Вскоре у него появились последователи, которые вырыли себе пещеры в песчаниковом обрыве. Эти пещеры можно видеть по сей день, хотя датировать их сложно. Одним из первых последователей был Евагрий, который владел крепостью цехи Диди неподалеку к югу за рекой Кура. Однажды он отправился в горы на охоту и увидел там Шиа. Он решил остаться вместе с ним, продал все свое имущество, деньги раздал нищим и стал монахом. Первое сооружение, храм Иоанна Крестителя, было построено в 580 году, еще при жизни святого Шиа. Считается, что Шиа сам выбрал место для закладки храма. Для этого он положил на руку горящий ладан и пошел туда, куда указывал дым. Поэтому часто на иконах Шиа изображают с дымящимся на руке ладаном. При освящении храма присутствовал католикос Макарий, Иоанн Задазинский и с ним еще некоторые ассирийские отцы. Про перестройки история ничего не говорит, так что, похоже, храм дошел до нас в своем почти изначальном виде. Возле храма Шиа вырыл колодец и ушел туда жить в формате затворничества. Главным после себя он оставил Евагрия. В колодце Шиа прожил 15 лет, питаясь водой и просфирами. Шиа умер здесь же и был похоронен прямо в колодце, который превратился в склеп. Мощи его хранились в монастыре до недавнего времени и только в советский период их зачем-то сожгли. Небольшая часть уцелела и сейчас. Находится в храме Самтавра в городе Мцхета. Город Мцхета. В наши дни Мцхета это уютный, тщательно отреставрированный город, фактически ближний пригород Тбилиси. Однако когда-то это был главный город Грузии. По легенде, город у слияния река Рагви и Кура в середине первого тысячелетия до нашей эры основал потомок Ноя Полине и его сына Яфета, будучи еще и сыном Картласа, прародителя Картвелов, от которых пошло название всей страны. Грузия по-грузински называется Сокартвела, то есть место, где живут Картвелы. Кстати, братом Картласа был некий Хайк, прародитель всех армян. После переноса столицы из Мцхеты в Тбилиси царем Гаргасале, первая почти опустела, а после очередного арабского набега, в 736 году, как город Мцхета практически умерла. Когда в начале 19 века сюда пришли русские, они увидели лишь огромный гранитный храм с полуразрушенной каменной стеной, и больше ничего. В 9 и 10 веках Мцхета оставалась крошечным поселком с руинами базилики Гаргасала в центре. Восточнее находился мусульманский Тбилиси, западнее, у Плесцихи, столица царства Картли. В 1008 году царем Картли становится Баграт III, при котором границы Эмираты немного сдвигаются на восток. Вероятно, Мцхета перестает быть пограничным поселком с сомнительным статусом. Баграт начинает перестраивать остатки базилики Вахтанга и в 1029 году появляется собор святий Цехавели в том виде, в каком мы знаем его сейчас. В эпоху Давида-строителей царицы Тамары тут не происходило ничего примечательного. Мцхета оставалась группой домиков, разбросанных вокруг собора. В 16 веке около собора построили резиденцию патриарха, но тоже довольно скромную. Царь Иракли II обнес собор каменной стеной, которая видна еще сегодня. Если с монастыря Джвари началось распространение христианства в Грузии, то собор святий Цехавели в городе Мцхета был и поныне остается центром религиозной жизни и главной достопримечательностью Мцхеты. Первый деревянный храм на этом месте был возведен по настоянию святой имени. До наших дней он не сохранился. С возникновением собора святий Цехавели связано такое предание. Солдаты, бывшие свидетелями распятия Христа, бросили жребий, кому достанется его хитом. А в древнем городе Мцхета жила глубоко верующая девушка Сидония, которая попросила местного священника брата Элоиза привезти ей со святой земли что-нибудь, к чему прикасался спаситель. Элоиз выкупил у солдата хитом и привез его в Сидонию. Та взяла его в руки и дочь умерла от радости. После смерти ее пальцы так и не смогли разжать, чтобы забрать ткань. Ее так и похоронили вместе с хитомом. А над ее могилой затем Бороскедр, который стал мир отучить и исцелять. Спустя три века после этих событий Грузия стала христианской страной. В ней начали строить первую церковь. Срубили для этого дерево с могилы Сидонии, сделали из него колонну, столб, но она не опускалась на землю, парила в воздухе. И лишь после молитв святой не на животворящий столб, так назвали необычную колонну, опустился и церковь была таки заложена. Кстати, название святицы Хавели как раз и означает животворящий столб. Даже будучи срубленным, дерево продолжалось мир отучить, однако это прекратились после нашествия персидского шаха Аббаса в 16 веке. Сейчас чудесное бревно из кедра можно увидеть внутри храма, в окружении фресок и икон. Древний монастырь Самтавры известен тем, что по преданию, на его месте под пустом ежевики жила святая Нино. Сначала она обитала у садовника, а затем, чтобы его не стеснять, перебралась в шалаш, образованный большим ежевичным пустом маклований. В некотором роде, это грузинский аналог библейской неопалимой купины.